Ох, эти тётки! Цеткин с Люксембург! Мы тут посовещались с мужиками, и вывод напросился без потуг. Торговки обе к праздникам цветами. Такой вот идеальный хитрый ход, стратегия вселенского масштаба. И им, торговкам, кругленький доход. И мужикам раз в год не душит жаба. Ошиблись обе на мужицкий счёт и прочие интимные моменты. Сердца мужчин растопят в марте лёд. Имеются на это аргументы. Мы любим вас всегда, и в день, и в ночь. Всех вместе любим вас, и каждый лично. Мы любим вас, и думаю, не прочь. Вы будете, когда мы не публично. Продолжен праздник чувственным огнём. И далее не точка, многоточие. Поздравим вас не только с вашим днём, но и с Международной женской ночью. А Кларе с розой всё-таки почёт. Пускай растут цветы не только летом. И мы готовы их хоть круглый год дарить для вас. И ночи до рассвета. Спасибо. В этом году появился новый тренд у мужчин. Меряются мужчины ёлками. Вы это знаете, как делается? Кто дольше ёлку не выбрасывает, тот и мужик. Так вот, лично от меня. Я обещаю, точно уберу к восьмому ёлку. Не боюсь занозы. На этом месте вазу я найду. Пускай стоит до декабря мимоза. Спасибо. Мне ещё как-то подумалось, вот 8 марта, откуда он взялся? Я так вспомнил, что нам в школе преподавали. И вспомнилась такая вещь, что он... Когда-то женщины в Америке боролись за свои права, чтобы стать равноправными с мужчинами. И однажды эту демонстрацию, которую они собрали, разогнали. И вот в память о том моменте с тех пор отмечается 8 марта. А потом мне подумалось, 8 марта, Америка, женщины. Как это всё можно? А на фоне наших новых политических таких картин, можно... Я вот хочу прочесть такую штучку. Все вы уже в курсе, что псаки беременные? Забеременела псаки. Из Газдепа шлют доклад. Что от мужа? Это враки. Снова Путин виноват. Спасибо. С праздником. Спасибо.